Кажется, ничего не предвещало беды. Учащиеся средней школы номер 7 мирно прогуливались по своему учебному заведению. Большая перемена в самом разгаре. Неожиданный сигнал тревоги прервал обычный ход жизни. Школьники этого учреждения образования знают, что в таких ситуациях шутки в сторону. Необходимо быстро и, что не менее важно, организованно покинуть школу. Малыши-старшеклассники вместе с педагогами выходят во двор, где в экстренных ситуациях проходит итоговое собрание. И только здесь, убедившись, что тревога была учебной, ребята успокаиваются. Благо, в средней школе номер 7 к пожарной безопасности обучающихся относятся ответственно. И тренировки правильного поведения на пожаре проводятся регулярно. Поэтому школьники знают, как вести себя при пожаре. Практика проведения учебных эвакуаций в нашей школе постоянно. Два раза в году мы отрабатываем практические навыки. Но вот с показом машин, конечно же, это для нашей школы впервые. Я думаю, дети будут, находясь под большим впечатлением, еще долгое время помнить, что нужно делать и каким образом. Мы увидели пожар, действительно было сначала страшно, дым везде, бегут. Ну, мы как бы организованно и шли по лестнице, но было немного страшно. Вот, ну, практика у нас уже есть, вот, у нас были уже такие учения, вот, и мы знаем, как себя вести в таких ситуациях. После успешной эвакуации сотрудники областного управления МЧС познакомили ребят с техникой, которая сегодня находится на вооружении пожарных, а также ответили на волнующие вопросы. Знакомство с автомобилями подарило эмоции школьникам. Они с удовольствием делали фотографии на память. Очень важно, очень, тем более для первоклассников, это для них очень интересно, всегда, хорошо. И вообще все очень понравилось, очень красиво. Мы смотрим на детей, видим, что это им интересно, это им запоминается. Ну, и, наверное, это самое главное, чтобы у них в голове остались основные задачи, которые решаются по обеспечению безопасности. Ну, и мы смотрим, как еще, по крайней мере, показываем те возможности нашей аварийно-спасательной техники, оборудования, спасателей, которые несут службу каждый день, ну, и показываем это детям. В рамках визита спасателей в школу ребятам также был продемонстрирован фильм о пожарной безопасности. Сотрудники областного управления МЧС уверены, что только объяснив и наглядно показав последствия чрезвычайных ситуаций, можно научить школьников правильно вести себя в экстренной ситуации, а главное постараться ее не допустить.